Чемпионат мира по хокке 2017 года В первом периоде сборная Россия смотрелась со сборной Швеции на одинаковом уровне, что по броскам, что по вбрасываниям. Большую часть первого периода наши входили в зону Швеции, пытались атаковать, но как только наши оказывались в их зоне, тут же буквально двое на одного встречали игроки сборной Швеции нашего игрока, тем самым не давав ему удержать долго шайбу в их зоне. Было произведено пару силовых приемов против наших игроков. В первом периоде снесли Додонова, знав то, что этот игрок с очень большой перспективой, то что он может отдать как голевую передачу, так и забить гол. Но за весь матч было очень мало удалений. Наверное, просто все еще не вкатились в саму игру, потому что игра была очень нервозная. Это было видно со стороны нашей сборной. Если же шведы играли более поуверенней, то наша сборная немножко терялась. Где-то были пасы недостигнуты своих партнеров. И в первом периоде, конечно же, у нас Швеция повела. На 15-й минуте Линхельм забил наши ворота Андрея Василевского. И, конечно же, все подумали, что вот, блин, опять повторится то же самое, что на Евротуре. Во втором периоде, наверное, вообще игра у нас не шла, потому что мы начали только атаковать спустя, наверное, последние 5 минут. Также весь второй период шведы не давали нам войти в зону. Если же они могли спокойно пройти в зону и отдать голевой пас, то у наших это получалось с трудом. И в конце второго периода, ребята, что-то у нас переломилось в команде. Начали играть более сплоченно, более быстрее, больше точных пасов. И тем самым, закончив второй период с такой долей уверенности в наших силах, ребята начали третий период. Тут, конечно же, поменяли немножко звенья. И игра пошла совершенно другая. Шведы даже не поняли, что произошло, почему сборная России начала играть более уверенно, более быстрее, более претингующе. И шведы, конечно же, растерялись, потому что, наверное, минут 17 наша сборная больше и больше одолевала натиском сборную Швеции. И вот если бы, наверное, в первом периоде пошла бы у нас такая же игра, как она была в третьем, то, наверное, эта игра бы закончилась у нас без овертайма и без буллитов. Но в этой же игре у нас молодчик Барабанов отдал за воротами веколетный пас на Андронова. И шайба влетает в створ ворот сборной Швеции. Счет у нас сравнивается 1-1. Тут же молниеносная атака сборной Швеции. Было у них время, чтобы забить нам свою победную шайбу. Также у нас было пару хороших моментов, но, к сожалению, ничего не реализовалось. И мы переходим в овертайм. И в овертайме был формат трое на трое. В овертайме, да, конечно, был великолепный шанс у Никиты Кучерова. Он вышел 1-1 на вратаря сборной Швеции и, к сожалению, не забивает гол. Шведы также делали пару острых моментов, и это ни к чему не привело. И мы переходим на серию буллитов. И тут надо отметить нашего вратаря Андрея Василевского. То, что он молодец. Он вытащил серию буллитов. И, конечно же, наш игрок, нападающий в сборной России, Панарин. Он сделал победный буллит. И мы выигрываем у сборной Швеции. И счет у нас... 2-1 в нашу пользу. Молодцы, ребята! Первая игра за нами. Вот так вот держать. Вот так вот надо играть. Побольше натиска, скорости и прессинга. Не давать сопернику не думать ни о чем. А завтра же мы играем со сборной Италии. 6-го мая. Будем смотреть игру вместе и болеть за наших. Вперед, Россия! Спасибо, ребята, что смотрели меня. Всем большущего здоровья. А мы с вами еще увидимся. Ведь у нас чемпионат мира по хоккей только начался. И впереди очень много всего интересного. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok